Маш, вперёд! Каникросс или бег по пересечённой местности с собакой в нашем городе сравнительно молодой вид спорта и проводится лишь во второй раз. Несмотря на это, у желающих пробежаться со своим питомцем нехватки нет. Порядка 60 участников приехали на горнолыжную базу Тиммертау, чтобы побороться за призовые места. При том, как отмечают организаторы, многие участвуют в каникроссе впервые. В каждом нашем соревновании у нас очень много новых участников, много желающих. Поэтому приходится каждый раз учить, вводить людей в это, вводить собак в эти дисциплины, в эти дистанции. Поэтому мы постоянно в движении, постоянно учим. Помимо большого количества участников в соревнованиях представлено рекордное число пород – 16 видов. Причём в забегах участвуют как ездовые, так и декоративные собаки. Чтобы дать всем участникам равные условия, соревнования поделены на 7 дисциплин, среди которых каникросс среди мужчин и женщин, забеги детей с большими и маленькими собаками, а также заезды на велосипедах. Среди участников дисциплины байкджоринг – заводчик сибирской хаски Александр Чеботарёв. Его пёс по кличке Арчи – многократный победитель собачьих бегов. По тому на трассе ведёт себя уверенно. По словам хозяина четвероногого спортсмена, достигнуть высоких результатов помогают ежедневные тренировки. В этом в основном на велосипеде. Зимой лыжи, нарты. Бегаем мало, потому что не так интересно бегал. Не успеваем за ним. Соревнуются участники не только в скорости преодоления дистанции, но и в своеобразном конкурсе красоты. И некоторые хозяева подошли к этой задаче довольно креативно. Айдр-та-та, айдр-та-та. Чтоб плювку было видно самое главное. Соревнования по собачьим бегам являются межрегиональными. В них участвуют спортсмены из Караганды, Астаны, Тимиртау и Шахтинска. По словам организаторов, главное в турнире – это не сами бега, а возможность владельцам и их питомцам познакомиться с другими участниками. Данное мероприятие проводится для социализации людей, для знакомства, для социализации собак друг с другом. В любом случае, маленькие малыши могут испугаться, забиться под хозяев. Более взрослые хотят показать, что они хозяева здесь территории. Могут гавкать, но счастье, наверное, в том, что все здесь специалисты и профессионалы в выращивании своих собак, и конфликтов, драк, ссор между собаками нет. По итогу соревнований выявлять победителей организаторы не стали, и каждый участник получил почетные грамоты и кубки. Ведь главное, считают собаководы, это не победа, а возможность обменяться опытом с другими любителями животных, которых в нашем городе с каждым днем становится все больше. Искандер Байкенов, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау.